Субтитры делал DimaTorzok Рэйчел Астович Претендует на звание самой грудастой женщины-бойца в ММА Родилась 21 февраля в 1991 году на Гавайях Она выходит из спортивной семьи Отец девушки, бывший боец ММА Роберт Астович И по совместительству ее тренер А старший брат и муж бойцы действующие Так что ее выбор в пользу ММА был лишь вопросом времени Рэйчел имеет за плечами солидную бойцовскую базу Чемпион штата по дзюдо Она начала выступать в любителях в 2010 году И заработала рекорд 6-0 Потом последовал переход в профессионалы Два боя в региональных турнирах И выступления в Инвикто Рэйчел выступает с переменным успехом Три победы и три поражения Рэйчел дебютировала в Инвикто в декабре 2014 года Ее соперницей была Ева Джонсон На Инвикто 10 И выиграла бой раздельным решением судей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я настоящая девочка Но знаете, вместе с этим я еще и хулиганка Я думаю, что быть сильной женщиной Значит справляться со всем, с чем нужно И быть уверенной в себе во всем Вот что важно Что ты чувствуешь сейчас? Я так взволнована Так счастлива Что наконец-таки провела свой первый бой в Инвикто И одержала большую победу в 2014 году Давай поговорим о твоей карьере в ММА Твой любительский рекорд 6-0 2-1 в профессионалах Поговорим об этом Мне повезло выйти победителем Во всех своих любительских боях И я многому научилась Но училась быть скромной при победах Продолжать упорствовать И продолжать стараться выйти на новый уровень Рэчел стала профессионалом в 2014-м И начала с победы и поражения Позднее в том же году она была подписана Инвикто В моих маленьких лапках Тираннозавра есть сила Сейчас я выступаю в флайвейте 57 кг Уступал ли ты в других весовых? Ранее я выступал в других весовых Более тяжелых У меня есть любительский титул весовой 61 кг И немного я выступала в промежуточном весе в 63 кг Поначалу она даже не понимала, как она мала И после боя говорила О, девочка большая Мой отец был бойцом Мой брат был бойцом Мы все бойцы Я думаю, что нет девушек ее размеров Которые бы выступали в бантамуэйте Нет, таких точно нет В каком весе ты чувствуешь себя лучше всего? По моим ощущениям могу сказать Что лучше всего чувствую себя в флайвейте Я чувствую себя сильнее Чем остальные девушки И мне по-настоящему комфортно в этом весе А если говорить о росте Я всегда была ниже всех моих соперниц У меня есть такой пунктик Я смотрю на тебя И ты выше меня Но я думаю, что мы с тобой одного роста Так что это не имеет значения Не возникает проблем с размахом рук с твоим ростом? Мне удается довольно просто сближать дистанцию Потому что я отрабатываю это в зале И как я уже говорил Все мои соперницы были выше и сильнее Поэтому мой отец научил меня Входить, сокращать дистанцию и разрывать ее Мы просто принимали бой за боем Даже 63 И как-то в Вегасе Это произошло буквально в последнюю минуту Мы были в Вегасе Я такая Я буду биться? Я просто сказал Ну окей, окей Боже, ты такая стройная Она выглядит как модель Виктории Сикрет Ты выглядишь так горячо Она отлично выглядит В своем втором поединке Остович столкнулась с Андреа Ли 12 сентября 2015 года на Инвикто 14 В третьем раунде она проиграла болевым армбар ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Рэйчел было несколько именитых соперниц Когда она выступала в Инвикто Свой третий поединок она провела 7 мая 2016 года На Инвикто 17 против Ариэль Бек Она выиграла бой Одержав победу решением судей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рэйчел, мы сегодня увидели твою прекрасную дочурку Расскажи нам немного о ней Ей исполнилось 2 года и 2 месяца Я очень рада тому, что она по-настоящему Большое счастье для меня В то же время это большая ответственность Я счастлива Я по-настоящему благословлена Я не смогла бы заниматься всем этим Без этих замечательных людей в моей семье, зале Каждый из нас как член семьи Ахана, как мы говорим тут на Гавайях И это просто замечательно Я воистину благословлена И это все, что я могу сказать Потому что я не смогла бы заниматься этим Без каждого из них Мы с моим мужем поженились в 2015 году Он тоже профессиональный боец В 2013 у нас родилась дочь И недавно ей исполнилось 4 годика В своем четвертом бою Рэйчел столкнулась с Кристин Ферреа 14 января 2017 года на Инвикто 21 Она проиграла техническим нокаутом в третьем раунде Потом она вместе с отцом едет на отбор шоу The Ultimate Fighter 26 Альварас против Гейджи Где успешно проходит кастинг Рэйчел доходит до четвертьфинала Где ее превосходит Барб Хончак Рэйчел Астович потребовалось ровно 100 секунд Чтобы одержать победу над Корене Геворгян Когда я увидела, что Геворгян постучала в знак сдачи То ко мне пришло осознание того, что наконец-то все осуществилось Все встало на свои места Тяжелая работа принесла свои плоды Я не могла скрыть своих эмоций Я была нереально счастлива Иногда очень тяжело быть одновременно женой, мамой и бойцом Это заставляет волноваться Меня очень поддерживала моя семья и все близкие люди вокруг Я очень благодарна им за это В этот раз я очень серьезно отнеслась к процедуре сгонки веса Так как в прошлом у меня были определенные проблемы в этом этапе подготовки В такой крупной организации, как UFC, ты просто обязан быть профессионалом Моя мечта сбылась Вот что я сейчас чувствую Свой крайний поединок Рэйчел провела на финале The Ultimate Fighter 27 Ее соперницей стала Монтана Делароса В первом раунде мы видели отличный и аккуратный организованный бой Обоих девушек, которые не спешили переходить в партер А также присматривались друг к другу и не шли сильно в клинч Стоит отметить, что Монтана Делароса нанесла больше ударов и попаданий, нежели Рэйчел Второй раунд был еще ровнее первого Удары наносились друг к другу в более открытой форме А на третьей минуте Рэйчел мощной подачей левой руки поставила хороший штамм в Монтане У которой появилось рассечение Третий раунд оказался самым интересным Огромное количество открытых ударов и минимум блока Рэйчел могла дважды доводить свои атаки до конца Но почему-то остановилась, за что и сильно поплатилась На четвертой минуте Делароса перевела бой в партер и начала сильно избивать соперницу Когда Астович хотела сменить позицию, то попала в ловушку В захват, который вынудил ее сдаться Быть в семье, где всех объединяет общая страсть Очень мотивирует меня и вдохновляет быть лучшим человеком Лучшей мамой, лучшей сестрой, лучшей дочерью, лучшей женой и лучшим бойцом